Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Вы. Еще. Вдох. Дышать полной грудью – первое, чему приходится учиться заново после ковида. Восстановиться помогает дыхательная гимнастика и умеренные физические нагрузки. В этом убедился и Сергей Затынайченко. Сейчас мужчина проходит реабилитацию. У него было поражено 80% легких. Коронавирусом переболел год назад, но отголоски болезни ощущает до сих пор. Самым сложным было побороть страх вновь заболеть ковидом. Лучше привиться, чем болеть. Тем более, если так, как я болел, то не хотел ли бы кому-то. Так что, ребята, прививайтесь. Алексей Сироткин три недели был на грани жизни и смерти. Даже после выписки из больницы долгое время не мог обходиться без кислородной маски. Любая физическая нагрузка ему давалась тяжело. Начинал задыхаться. Поэтому получил направление в Республиканскую больницу восстановительного лечения «Черные воды». Как только я сюда попал, буквально прошло 2-3 дня, я почувствовал себя гораздо легче. Для меня сейчас подняться на третий этаж уже не проблема. И вообще даже мои соседи по палате говорят, что я стал выглядеть по-другому. Отдышка, слабость, головокружение, тахикардия – самые распространенные осложнения и далеко не все. Вернуться к доковидной жизни в этой больнице помогают относительно недавно. Дыхательная гимнастика, аппаратная физиотерапия, ингаляции, аэроионная терапия, соляная комната, работа с психологом. Курс длится две недели. Приятные процедуры, свежий воздух, экологически чистый район у нас. В общем-то, надеемся, что лечение придет вам на пользу и принесет свои плоды, будете здоровыми людьми. Тем временем за пределами больницы идет нешуточная борьба с самим коронавирусом. Крым среди лидеров в стране по количеству заболевших – более 500 человек в сутки. Темпы госпитализации не снижаются, ответом на взрывной рост заболеваемости стали новые ограничения. Согласно правилам, до декабря приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для людей старше 65 лет. Сотрудников этой возрастной категории обязаны перевести на дистанционную работу, независимо от формы собственности предприятия. Исключение – медики, соцработники и сотрудники Роспотребнадзора. Теперь работодатели, если в коллективе привито менее 80% сотрудников, обязаны еженедельно оплачивать ПЦР-тестирование невакцинированного персонала. Но некоторым заведениям нововведения не страшны, здесь с вакцинацией все в полном порядке. Сотрудники до работы допускают только при нормальной температуре 36,6-36,4. Сотрудники на 100% в нашем ресторане вакцинированы. Это подтверждено как документально. Можно ознакомиться в любом гостю, в любом проверяющем органу. Сотрудник ресторана Артем Дубовик к своему здоровью и здоровью окружающих относится с большой ответственностью. Вакцинировался первый раз в январе месяце, второй раз уже в январе вакцинировался буквально месяц назад. Плюс у нас бывают выездные мероприятия. Перед каждым выездным мероприятием мы делаем ПЦР, чтобы удостовериться. Поэтому все хорошо. Студенты Крымского федерального университета имени Вернадского полностью перешли на онлайн-обучение. Такой формат для вуза не в новинку. Задача состояла в том, чтобы не только создать группу, но и вставить это в расписание. Нам присылают расписание, мы вставляем туда гиперссылки на то, чтобы каждый студент, каждый обучающийся, когда у него начинается пара, он открывал расписание и переходил по гиперссылке. А вот студенты КИПУ имени Февзия Акубова остаются на смешанном формате обучения. Мы создали все условия для того, чтобы дети не пересекались в коридорах и в аудиториях. В оточной лекции, где больше 40 студентов, мы перенесли в дистанционный формат. Пока что мы не видим необходимости полностью уходить на дистанцию. Работа театров и кинотеатров остается прежней, заполняемость не должна превышать 50%. Введение новых ограничений не отразится на наших зрителях. Те ограничения, которые действовали, они остаются. То есть применение социального дистанцирования при покупке билетов в кассе кинотеатра. Это социальное дистанцирование среди зрителей во время посадки на киносеансы. И, конечно же, рекомендуем покупать билеты онлайн для того, чтобы минимизировать контакты в кассах кинотеатров. Специалисты уверены, ограничения не будут столь эффективными без вакцинации. Привиться можно четырьмя препаратами. Гам-Ковид-Вак, Эпивак-Корона, Кови-Вак и Спутник-Лайт. Крым уже получил более 700 тысяч доз. Во всех регионах развернуты стационарные и мобильные медицинские пункты. Чтобы достичь коллективного иммунитета, привиться от ковида должны более миллиона крымчан. Мы готовы к любому наплыву желающих. Все пункты вакцинации у нас работают. Количества вакцины более чем достаточно. Более 200 тысяч у нас на остатке. То есть все желающие могут прийти вакцинироваться. Ну, без даже записи. В прямой живой очереди всех, кто пожелает вакцинироваться, все будут обеспечены вакциной. Пока коечного фонда достаточно. Более 4 тысяч мест. Намного больше, чем в прошлом году. В целом по Крыму работает 31 ковидный госпиталь, включая отделения при больницах. Между обычной жизнью и жизнью за красной линией невидимая грань. Переступая через нее чаще всего из-за собственной беспечности. То, что с вакцинацией лучше не тянуть, понимают многие, в том числе и пациенты красных зон.